Здравствуйте! Вы со мной на самом популярном канале, где прямо сейчас я вам расскажу очень много интересной информации из сети. Для многих женщин выбор парфюма это очень важный и особенный процесс, даже чем-то напоминающий ритуал. Нужно определиться с маркой, подобрать аромат, который подойдет по всем параметрам и идеально дополнит образ. Важен не только аромат, но и концентрация парфюма, от которой зависит его стойкость. Для настоящих ценителей разобраться в этом не составит труда, но если ты только начинаешь знакомиться с миром парфюмерии, запутаться очень легко. Мы расскажем, чем отличаются разные виды парфюмерии и какой из них лучше всего выбрать. Итак, как выбрать духи и какие? Все виды парфюмерии в основном состоят из ароматического концентрата, воды и спирта. Главное отличие заключается в соотношении этих трех компонентов. Дурхи, парфюмерированная вода, туалетная вода, деколон, отличаются именно по этому параметру. Этот фактор также влияет и на цену. Давайте поговорим о каждом виде парфюмерии по отдельности. Первое. Духи. Самый концентрированный и стойкий вид парфюмерии. Содержание эфирных масел составляет примерно 20-30%. Такой аромат держится на коже более 6 часов и больше суток на тканях или бумаге. Духи относятся к разряду элитной парфюмерии и стоят недешево. Одно из главных отличий духов от другой парфюмерии в сильно выраженные конечные ноты, так называемый шлейф. Благодаря высокой концентрации эфирных масел духи имеет способность постепенно раскрываться, то есть аромат меняется в течение какого-то времени. В первые минуты у него будет один запах, а после композиция меняется и запах становится другим. Духи рекомендуется использовать вечером и в холодное время года. Лучше не использовать их утром или в жаркую погоду, которая только усиливает пряные и тяжелые ароматы. Духи это явно вариант не на каждый день. Второе. Это парфюмированная вода или туалетные духи. Концентрация ароматических веществ в парфюмированной воде немного ниже, примерно 15-20%. Аромат сохраняется более 4 часов на коже и до суток на тканях и бумаге. В отличие от духов, парфюмированной водой можно пользоваться в течение всего дня. Ее еще называют дневными духами. В туалетных духах больше выражено сердце аромата, но шлейф гораздо слабее. Такой вид парфюмерии не будет сохранять аромат весь день и обильное его использование вовсе не исправит ситуацию. Это лишь сделает запах излишне резким в первый час, а дневные духи такими быть не должны. Третье. Это туалетная вода. Это легкий вид парфюмерии, в котором лучше всего ощущаются верхние и средние ноты. А вот шлейф практически неуловим. Концентрация ароматического вещества составляет примерно 7-10%. Как и парфюмированная вода, она подходит для использования в течение всего дня. Кроме того, ее можно использовать несколько раз в день. Она прекрасно подойдет для активного отдыха и даже для жарких дней. Стойкость туалетной воды намного ниже, но и аромат намного легче. Это самый распространенный вид парфюмерии. И четвертое. Это же, конечно, одеколон. В одеколоне содержание масел составляется примерно 3-5%. Такой аромат продержится на коже около 2-х часов, на тканях и бумаге меньше суток. Это самый легкий вид парфюмерии. Используют его чаще всего мужчины. По свойствам он схож с туалетной водой. У одеколона все фазы раскрытия аромата сливаются в одну. Запах примерно такой, как на третьей стадии у духов. При этом сильно выражен оттенок спирта. А одеколоном часто называют любой вид мужского парфюма, но это ошибочное обозначение. И пятое. Это освежающая вода. Концентрация ароматического компонента примерно 1-3%. Аромат держится на коже меньше часа. Особенность этого вида парфюмерии свежий цитрусовый запах. Такой парфюм можно применять в течение всего дня и для занятия спортом. Ну что же, на этом у меня все. Более детальная информация есть на нашем сайте. Так что подписывайтесь, раскидывайте это видео вашим друзьям и близким. И конечно же ставьте лайки. Не забудьте нажать на колокольчик. Всего вам самого хорошего. Услышимся.